Кто из вас более популярный? Мы вообще не популярны. Где больше платят? В кино или в интернете? В интернете. Около 2-3 миллионов. Обманывать подписчиков здесь нет смысла вообще. Сейчас такое ощущение, что ты все делаешь за деньги. Ну и что? Ты же думаешь, что ты любовница Миржана. Не хочу отвечать на этот вопрос. Ой, да ладно, ну что ты здесь сейчас выпендриваешься? Да, видят, что я даю солемы родственникам Миржана. Это уходит в топ. Мы их разведем, он нам. Я, честно, не верю в женскую дружбу. Сайурс Галиева, женя Джуринской и Дана Исеева. Гости программы «Без монтажа». У каждой из них есть своя история. И мы их монтировать не будем. Добро пожаловать. Привет. Сразу вас предупреждаю. Все, что вы скажете, пойдет так же вот чистым выходом. Тогда я ухожу. Подожди. Будет использован. А что, есть что скрывать? Чего-то бояться? Мне кажется, каждый человек что-то скрывает. Ну, я думаю, что мы не настолько желтые, чтобы ковыряться. Ну, чуть-чуть, да. О каких-то грязных моментах. Я запущу таймер. Он нужен для того, чтобы озвучить хронометраж в конце программы. Это будет доказательство, что вы действительно все оставили как есть. Я, кстати, очень рад вас видеть. Давно я не видел с тобой. Последний раз мы виделись в Африке. С этими мы побухивали до Нового года. Может, все равно начнем. Давай таймер заново. И мне интересно, какие у вас сейчас новости. Начнем с тебя. Ой, сейчас я... Ты снялась вот в новой картине «Я пышка». Я пышка, да. Как туда попало? Был ли кастинг? Да, был кастинг. И Сай была на кастинге. Ага. Да. Да и всех смотрели наших артисток. Ну, в смысле наших актрис. Как обычно, как это всегда происходит через кастинг. Да, утвердили на роль. Все. Все очень просто. Как встреча с бывшим продюсером? Ну, было что вспомнить. Ну, я же ее периодически все равно вижу, Бэм Максатовну. Ну, да, было что вспомнить. Она каждый раз прикалывается надо мной. 18-летняя Женя пришла, которая три раза чуть ли не вышла замуж. И так и не вышла замуж. Слушай, ну, мы же выходим на интернет-платформе. Я загуглил тебя по... Ну, как бы в поисковике. Ты мог мне позвонить просто. Нет, нет. Мне просто интересно, что людям хочется знать про тебя. Ну, вот спрашивают. Журинская рост вес, Журинская муж, Журинская... Парень, Журинская личная жизнь. Что у тебя вот в этом плане... Ну, как бы в ленте стал мелькать парень. Данияр, да, его зовут? Кольца! Что? Причём, знаешь, она нам сказала, что я же не афиширую. Всё максимально технично. Молоденько! Я же так... А что, не паренью, или это просто игра? А ты, кстати, сказал, что можно использовать эту фразу, да? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Ладно, тогда давай на следующее. Хочешь, мы ответим? Давай. Так парень, это парень. Мы же подружки же. Мы так себе подружки. Ладно, тогда у меня и следующий вопрос. Вы сейчас начали снимать какие-то ролики наподобие, да, там, советов. И он произнёс такую фразу, цитирую. Если гвоздь будет в одной дырке, он заржавеет. Это вообще вопрос к нему, а не ко мне. Ну, он же это произнёс. Ну, не опасно, не боишься? А что мне бояться? Это же его слова. Если гвоздь будет в одной дырке, он заржавеет. Ну, это так. Всё. Точно? Да, не страшно. Мы расстанемся. А кто сказал, что я с ним встречаюсь? Ой, да ладно, ну что ты здесь сейчас выпендриваешься? Ну, давай будем... Ну, нет, что ли? Как ты его ласково называешь? А девочки, друзья. Нет, я вчера видел сториз, ты такая, самолёт, и говоришь, зая, зая, я самолёт. Боже, упаси, только не зая, пожалуйста. А как ты его называешь, ласково? А с чего ты взял, что это он был рядом? А давай поспорим. Что за провокационный вопрос? Ну, парень или не парень? Ну, всем интересно, это не я, это люди вот в гугле. Ну, да, всем интересно, и я пока не хочу на этот вопрос отвечать. Просто мы очень близкие люди друг к другу. Ну, судя по Даню, вот у вашего гвоздя нету коррозии, да? Там всё без перебога. Всё хорошо, да? Кого ждёте? Пока не знаем. Мы будем пати делать. Мы берём это на себя. Джендер-пати. Ну, ты, я смотрел одно из интервью, ты говорила, что пока не будет дочки, вы не остановитесь. Ну, я так сказала, но я не знаю, что я завтра скажу. Это как правду, и всё. Третьего рожу, и всё. Четвёртого, вот точно, рожу, и всё. Пятого рожу, и всё. У меня вот так примерно это всё происходит. Какие ещё новости сейчас? Вроде бы какие-то съёмки. У нас очень много новостей вообще. Например? Ну, по проектам имеется в виду. Мы снимаем фильм. Мы втроём в главной роли. У каждого своя судьба, своя линия. Такой, можно сказать, женский фильм. Но... В общем, это комедия, но при этом там присутствует такая есть очень... Драма наша. Ну, в общем, да, женская. Но мы про женскую дружбу, кстати, с вами поговорим чуть позже. А мне вот интересно, кто, как вы думаете, кто из вас более популярный? Мой муж сказал, что мы вообще не популярные. Вы просто не в топе. Вы просто не в топе, не популярные, как бы, да. Да, вам нужно работать. Мы работаем. А давайте сейчас делаем эксперимент и в конце программы проверим. И сейчас запишите stories, ну, вот одинаковые. И в конце программы мы посмотрим, у кого какое количество просмотров. Да, эти 40 минут. У Даны. У Даны? Ну, потому что у Вайнера... Ну, давайте проверим. У Вайнера... Телефон уже с собой. Ты же знаешь, что... Нет, ну, мы сейчас на наших личных. Ну, давайте вот сейчас мы запишем и просто в конце посмотрим, какие у вас спросы. Это же не секрет? Или это тайна какая-то? Нет? Всем привет. А где-то говорю, ой, такая лайтовая программа. Нет провокационных вопросов и в лоб. Кто твой парень? У Вадиля и вот давайте. Смотрите на шестом листом. Да-да-да, в конце мы проверим. Ой, очень понравилось. Человечка. А мы сегодня на передаче Уадиля. Без монтажа. Я поняла, у Даны просто мы красивые все у него, поэтому больше просмотров. Смотри, Джон, смотри. Все, заливай. Очень красивые. Втроем поцеловались их? Так, перейдем к Сае, да? Что интересно узнать про нее? Сае, разгали его в купальнике. Все. Что? Ты выставляла? Запрос. Сае, разгали его в купальнике. Люди ищут эти фотографии. Ну, ты сейчас прям спортом стала заниматься активно, да? Да. Что, какие-то есть проблемные зоны? Я вообще очень человек скромный и очень излишне, наверное, требовательна к себе. Я просто вот наблюдаю, потому что он не грузится. Ну, сейчас все. Да, я вот под конец жизни решила заняться спортом. Я никогда не была близка к нему, но вот что-то решила. И вижу результаты всего, в принципе, третий месяц. Реально есть запросы Сае в купальнике. Да, и потом следующее, Сае у разгалиева рост. Метр семьдесят один у нас, с женой, одинаковый. Сае у разгалиева бывший муж. Ой, это прям вот топчик. Ну, это такая история очень громкая, да? И ты, мне кажется, одна из первых, кто осмелилась вот вынести вот это все так, оно в общественности. Нет? У меня не было выбора. Это они захотели вынести. Но вы сейчас общаетесь? Нет. Экс-супруг актрисы Денис Будник утверждает, что готов платить по счетам. Вот только не уверен, что Радмир действительно его сын. Когда я его вижу, я вот действительно думаю, как бы, мой или нет. Сложно, сложно очень описать эти ощущения, но никому не пожелаешь такие ощущения. Бывшие супруги даже прошли одну ДНК-экспертизу. Она доказала отцовство. Вот только нынешняя жена Дениса, Настя, не верит полученным результатам и настаивает на повторном тесте. А как мне вот интересно, как вот твой сын отреагировал на это все? Чем вообще вся история закончилась? Ну, помимо того, что ты с ним не общаешься. Просто я не хотел бы туда лезть, но действительно, эта же история обсуждалась. Все об этом говорили, но как-то о финале таком озвучено не было. Ну, финал таков, что да. Ну, я как бы еще раз подчеркну тот факт, что я никогда не препятствовала общению ребенка с его отцом. Я была, наоборот, таки за. Ну, там немножко иначе рассуждают люди. Поэтому, ну, раньше Радмир как бы спрашивал, где он, что он, почему там, как. Как это все? Он меня не любит, я плохой, что? И я решила по-взрослому с ним поговорить. Что? Говорю, давай, я не буду за него отвечать. Не знаю, что в голове у твоего отца. Не знаю, может, у него есть свои оправдания на свое поведение. Поэтому не буду ничего придумывать. Ты подрастешь, изъявишь желание, поговоришь с ним и узнаешь. Он такой, да, я обязательно это сделаю. И буквально год назад он такой вынес вердикт. Я не знаю, может, повзрослел, что-то проанализировал. Он сказал такую фразу. Я никогда не настраивала сына против отца. Я никогда ничего плохого при нем вообще про него не говорила. И он сказал такую фразу. Зачем мне отец, которому не нужен я? Мне нечего ему сказать. Учитывая, что два раза вы проводили экспертизы ДНК, и два раза было 100% совпадение. Основываясь на результатах, полученных при анализе 20 генетических локусов, биологическое отцовство будник Дениса Владимировича в отношении будник Радмира Денисовича не может быть исключено. Привет, на самом деле. Там никогда не было сомнений. Там именно была цель оклеветать. Я думаю, что этой семье просто скучно живется. И они вот как-то за мой счет, за счет моих нервов, не знаю, популярности какой-то, хотели как-то разнообразить свою жизнь. Ну, вот так жестоко, ну, вот так вот. Как вы поддерживали? Вот мы поговорим сейчас с вами про женскую дружбу. Вы в тот момент присутствовали, были рядом. Это я была в Астане, по-моему, или где? Да, в Астане. Да, я была в Астане. Ну, я его проклинала, что-нибудь. Протерила, проклинала, искала его, там, в комментариях хотела, ну, как бы, унизить. Ну, как обычно это происходит. Вы давно уже знакомы, да? Ну, вот Сае точно 10 лет, как мне. 10 лет, да, она чуть позже присоединилась, да? Даной мы как раз вот в этот период начали. Я помню ее комментарий по этому поводу. Какой был твой комментарий? Ну, я вообще, когда узнала, что будет такая передача, где вот все, там, ДНК будет все это показывать, я ей просто написала, может, ты не пойдешь никуда, и вообще, ну, не нужно это все афишировать. Я помню, вот, она говорит, там, говорит, уже дошло до такого, что я не могу не пойти, там уже, ну, оклеветали меня. Да, он ананас тут хотел подать. Да, оклеветали, говорит, полностью меня, то, все. И я должна пойти просто туда обязательно и доказать, раз уж это началось. Ну, я вот ее как бы отговаривала, но потом, когда я посмотрела передачу, мне просто трясло, и... Ну, Санька очень подчиняя подражала. Да, она, ну, да, мне сначала было обидно за нее, что на нее все напали, а потом как бы все утряслось, когда это ДНК открыли, все. Ну, я и поддерживала ватсап, вот мы переписывались, но мы тогда не были прям такими подругами, мы только начали общаться, да. Ну, каждая из вас в Инстаграме публиковала пост, и была такая фраза, верите ли вы в женскую дружбу? И аналогично я хочу спросить у вас. Верите ли? Либо это все-таки по ситуациям, да, вот попала подруга, не знаю, в беду, или там нужен совет. Только, может быть, из-за этого? Это как, ну, как, это необходимость человеческой натуры. Ну, эти люди, я буду сейчас за себя говорить, это вот просто необходимость для меня. И даже, пусть это так и прозвучит как-то с моих уст, не знаю, как. Я вот даже ложусь спать, я думаю о них, и я действительно за них. Не надоели вы друг другу? Вот, ну, нет. Я действительно за каждую из них переживаю. Вот, искренне. Я могу, я с ними вместе плачу, когда им больно. Ну, то есть вот так вот. Это вот самое дорогое, что есть, это мои друзья, и ты, Адилька в том числе. А часто, мне очень приятно, а часто. Я надеяться, что ты дальше будешь по мячу. Про него я не спрошу. Я про него не спрошу. Ты мой друг, вот этот умоляющий взгляд. Я же не спрашиваю, там, не знаю, про ваш секс или что-то. Про гвоздь. Ну, про гвоздь, это он сам сказал. Про гвоздь же он же сам сказал. Я думал, если он публично, если он публично. Я вот как раз как друг здесь переживаю, может быть. Ты просто не сечешь. Если он уже озвучил это, понимаешь, то есть опасность. Я же с ними в друзьях. Это теперь так называется. Я тоже переживаю. Хорошо, ладно. Ну, а сами вы ссоритесь? Крайне редко. Ну как, у нас ссоры, знаете, не такие, что вот прям поссорились, ненависть какая-то. Это как муж-жена, можно сказать. Поругались, но это не обозначает, что они все на этом. Ну, такие какие-то мелочи. Ну, вот, допустим, ты выйдешь замуж, и твой избранник скажет, не общайся с ними, они мне не нравятся. Мы их разведем, он нам не нравится. Вот как, да? Поэтому она не забыла. Но я думаю, что она выберет такого, который не скажет так никогда. Ну да, потому что с кем бы я ни общалась, из мужчин, я говорю, в приоритете мои девочки, мои друзья. Даже там суть не в том, что... Получается, ради дружбы ты можешь... А, ну вот есть такие друзья, когда личная жизнь налаживается, они исчезают, их не видишь. Получается, ради дружбы, для сохранения общения с Даной и Саи, ты можешь отказаться от человека, с которым тебе хорошо... Я просто не должен пообщаться с человеком, который мне будет запрещать такие вещи. Я думаю, да, изначально как-то. Изначально как-то это все решается. Если человек меня любит, он меня просто примет с моими девочками. И все это... Ну так он неадекватен, знаешь. Ну конечно, потому что ему надо прочесть Лобковского, там, не запрокачаться, сходить на игры. А вы сами прокачиваете частенько. Естественно, да. Не устали? Да нет. Да мы умеем наоборот. Совершенствую нету дела. Это же интересно всегда. Но это делается как-то по-баттеру? Или вот действительно вам хочется остановиться... Ну это ладно, понятно. Но что вы сами, точнее, пользуетесь этими всеми приемами? Потому что что твою сториз посмотрит, что твою сториз посмотрит, что вы все время где-то, вы все время советуете какие-то умные вещи, вы им следуете тем фразам, которые вы публикуете? Конечно, да. Стараемся, да. Правильно, не мы стараемся. Потому что меня недавно упрекнули, я прочла такой комментарий злой. Наступили времена, когда разведенка учит нас, как сохранить отношения и что-то там еще, кого-то про кого-то страшное. И что разведенка ответила? И разведенка ответила. Я поняла, что это очень узколобый человек, да? Я говорю, как раз-таки мне есть, что вам рассказать. Я там была, и я сейчас знаю, как это сохранить. Ну, то есть у них вот, а что тебя муж бросил? Вариантов больше нет. Нет варианта, что я ушла. Нет варианта, что вот мы поняли, что мы разные, да? Вот муж бросил, все, больше никаких вариантов нет. Я объяснила, что как раз-таки я со своей колокольней, да, с багажом, так скажем, за плечами могу вам что-то сказать. И говорит, для того, чтобы ты нам что-то вещала, ты сама должна быть в идеальных, там, гармоничных отношениях. Я считаю, что это не так. Ну, а вы же еще же, помимо того, что ходите на всякие различные, там, программы, там, не знаю, увеличиваете свое женское эго, и так далее, без подробностей. Вы еще в университет, да, поступили? Поступаем весной. Поступаете. Майя уже учится, да, а мы вот с женей, вот у нас начнется только учеба. А, ну, как будущий психолог, вот что бы ты изменила, например, в жене, или в сае? Именно в них я бы ничего не меняла. Все устраивает. Все устраивает. Мы уже меняемся. Вот если по женской дружбе говорить, да, это как и любовь между мужчиной и женщиной, можно так сравнить, потому что, когда ты любишь мужчину, ты любишь его не за какие-то качества, потому что эти качества могут быть и у другого человека. А у нас, вот, я тоже не могу сказать Саю за что я люблю, Жаню за что я люблю. То есть это не качество, это просто какая-то энергетика, такая химия, да, и мы даже не можем объяснить, почему. Если даже что-то будет не то, мы всегда можем друг другу сказать, и мы друг друга услышим, поймем и будем работать. Такая душевная связь у вас есть. Это душевная связь, да. Вот, ну, женская дружба, наверное, на этом и основывается, а не так, как многие думают, что там, какие-то качества должны быть у человека. Вот я, честно, не верю в женскую дружбу. Мне кажется, ну, как бы, я и старше тебя даже на несколько лет, поэтому у тебя чуть поболее жизненного опыта, и когда наблюдаешь, все равно всегда происходят какие-то сплетни, какие-то интриги, и люди расходятся, дружат-дружат. Это у тех, кто не развивается. А мы как раз таки вместе развиваемся, и поэтому для нас чуждо. Сплетни, какие-то там разговоры за спиной, и так далее. То, что мы говорим, там, вдвоем Жаню обсуждаем, мы можем это и сказать и Сае в глаза. Ну, то есть это как бы, или там, Сая с Жанюей, они могут это мне напрямую сказать. То есть у нас нет такого, чтобы обсудить только вдвоем, без третьего. Ну, как бы... Мы это можем сделать, конечно. Но мы это в итоге... Мы можем обсудить, как это преподнести третьему человеку, как бы вот так вот больше. Но это вот, опять же, женской дружбы нет там, где женщины не развиваются. Получается, основа женской дружбы только развитие? Ну, еще и плюс энергетика, как я до этого... Мне кажется, не требовать и отдавать основу вообще любой дружбы. Конечно. Отдавать это должен любой человек. Это, ну, как бы, принцип жизни должен. Там нет такого, что только берешь-берешь. Человек просто потухнет. А у нас такое все гармоничное. Мы не обсуждаем, ты мне... Вот я тебе дала, ты мне дай тоже. Мы это не обсуждаем. Это происходит само по себе. Поэтому, ну, вот на каком-то таком уровне, наверное, женская дружба существует. Одна стихия, это что? Вода? Огонь. А, вы все огненные, да? А, вон оно что. И получается... На волне. Ладно, я не буду спрашивать сейчас опять про парня-женист, другой спрашиваю. Он тоже огонь. Когда вы начали публиковать вот эту серию роликов про женскую дружбу, еще был четвертый персонаж. И был хэштег... Она вода, понял? Еще был хэштег там, да? НДС. А почему-то я в последнее время не вижу в этих роликах. Появилась другая девушка. Нет, ну, Наргиза, она, в принципе, просто далека от этого. Она стеснительная. Ну, то есть там с актерским, да, какие-то проблемы. А так мы дружим. Просто она сейчас занята своим делом. Она из Шамкента, она там ездила домой, еще что-то. И как бы, ну, и сам человек осознает свои возможности, да? Ну, ты можешь сказать там, шитье это не мое. Вот она говорит, ну, я стесняюсь, да, не могу раскрыться там и так далее. Поэтому мы друг друга не напрягаем, но это никак не сказывается на наших отношениях. Я, знаете, в итоге, давайте вот подведем черту. В итоге женская дружба есть? Конечно. Безусловно есть. И все-таки исчерпывающий ответ. Ну, просто в основном, почему кричат, что женской дружбы нет, это те, кто обожглись и пострадал в какой-то степени, да, от этой женской дружбы, в кавычках, можно сказать, которую они считали дружбой. А те, кто дружат, у кого все хорошо, они не кричат ни о чем, они просто дружат и живут. Радость к себе. Но вы пример. Я почему у вас... Да, это стало брендом. Да, это стало брендом. Вы везде вместе. Вы действительно готовы поддержать друг друга в любой ситуации. И в наше время вот эти ценные качества, которых у вас... Это так редко, что ты действительно хочешь дарить своему близкому человеку, не с которым ты спишь, а с которым ты дружишь, вот эту настоящую, искреннюю любовь. Ну, я так думаю, что изначально мы как-то все равно заслужили, да, расположение друг друга, за какие-то качества ты любишь человека. А по истечению какого-то времени эта любовь уже становится безусловной. То есть это твой родной человек. Наши дети думают, что они родственники. Потому что мы на всех мероприятиях вместе. что они родственники. Они спрашивают, кто с кем, как вы вообще с сестры. Ну, то есть... Да, кто как вы сестра, там, Миржан, брат Джона и там... Ну, а я говорю, да, поехали в горы, берите детей. То есть я ищу детей. Чтобы вы понимали. Перейдем к следующей теме. Вы сейчас, ну, как бы на вершине. Топ такие дивы инстаграма. Махун, вот этот отрывок покажи, пожалуйста. Надо вырезать, и это Миржану показать. На сотку нечаянно открыть. Так себе, говорит. Ну, это, наверное, его юмор. Ну, наверное, это его юмор учитываешь. Да, верно. Учитываешь. Ты же понимаешь, о чем я говорю, я тебя не понимаю. Ну, вы не в топе. Дальше хуже, в общем. Мы за него фильм снимаем, чтобы в топе быть. Ну, все ему доказывают. Мы фильмы, но вы все равно не в топе. Мы вот не людям даже Миржану. Мы за это, чтобы мы вот работали. Снимали что-то. Возможно. Этот вопрос в моем адресу. Сейчас бытует мнение, что блогерам быть очень легко, и эти деньги, они такие легкие. Потому что я вот общаюсь, да, со своими племянниками, и на вопрос, с кем ты хочешь стать, ответ простой. Блогерам. Так ли это? Легко ли это? Когда вы поняли, что вот Инстаграм это отличная площадка, на которой вы можете пополнять свои кошельки? Два-три года. Когда к нам обратились, собственно говоря, за этой рекламой, тогда мы и поняли. Но мы вот с Женей постоянно, вот, я говорю, ну, надо найти свой контент, да? Мы 10 лет. И мы поняли, что да, уже Инстаграма около 7 лет, мы в поиске. Люди там уже бьюти-блог ведут, там им 17 лет, у них там миллион подписчиков. Все понятно. Если хочешь что-то про психологию, либо дорогу посмотреть, что там в Алматы, это к тебе. Старый плейлист. Старый плейлист. Если про семью, то к Дании, да? Если вопросы какие-то интересуют, то нужно Жене ей писать, она частенько устраивает вот эти вопросы-ответы. Такая умная прям. Ну, а где больше платят? В кино или в интернете? В интернете, конечно. Конечно. Кино — это любимое хобби просто. Благотворительность практически. Там не разбогатеешь. Абсолютно. Ну, а сколько сейчас стоит реклама у вас в Инстаграме? Ну, в сторисах. Когда эта передача выйдет? Да, чтобы мы понимали, как бы завышать уже. Да, уже сразу откидывать сверху или как. Ну, по-честному. Нас убьют, да, сейчас люди? Нет, ну, ладно. Ну, давайте тогда не за одну рекламу, а ну, вот в целом доход ежемесячный от Инстаграма. Условно. Мне не надо там копейка в копейку. Может, вы налоги не платите и скрываете их? Платим. А, ну все, ладно. Тогда что скрывать-то? Я не плачу. Что делать? Я не плачу. Платим, платим. Да? Ты тоже платишь, да. А, ты просто не знала об этом. Да, говорю. Ну, в целом. В целом, ну, около... Ну, знаешь, если честно, по-разному. Да, бывает что. Смотря какой месяц. Это же нестабильно. Да, бывает, что... Они реально подруги, они так чувствуют, они даже одинаково сливаются. Такие, а ты на плачу? Каждая смотрит. Да, ну давай. Скажи мне просто сумму. Хорошо, около, около. Миллион. В среднем? В среднем. Около двух-трех миллионов. Так сейчас все дети пойдут в блогеры. Два миллиона, да, в среднем. Два миллиона точно. И это так легко, как они думают? Да нет, конечно. Вот в чем сложность? Заявиться очень легко. Удержаться заинтересовать? Удержаться, да, это очень сложно. Почему мы постоянно придумываем какие-то пранки, какие-то темы, бесконечно придумываем какие-то рубрики для того, чтобы зрителю было интересно нас читать. А что сейчас интересно зрителю? Посоветуйте. Это всегда была, мне кажется, личная жизнь. Это зависит от какой. Да ты ее открываешь по-любому. Ну вот, вот сейчас. А, получается, если ты расскажешь, что ты встречаешься с этим парнем, то два миллиона, три миллиона ты не увидишь. Мужчины же себе отпишутся, я же не смогу зарабатывать на них. Но мужчин много пишут тебе в дарик? Ну естественно. А какое было самое непристойное предложение? Их каждый день. Что, покажи сиськи, и что пишут? Ладно, покажи, а если сами отправляют, как тебе? Ты открываешь там, говорят, фото размыто, ты думаешь, ну надо посмотреть, что там размыл человек. И думаешь, лучше бы оно было размыто. Ну конечно. Всякое бывает. То есть всяких много, и адекватных, и нездоровых. Мы уже все раздорожные собрали. За 7 лет. Да, на тебе, ну как бы ты же замужем, тоже отправляют сиськи-сиськи. Нет? Раньше когда-то. А какое у тебя было самое непристойное предложение, которое ты прочитала, и ты думаешь, что ты заблокируешь. Каждый день, мне кажется. Да, это в основном... Миржана такая. Ну я не знаю, может фанатки Миржана какие-нибудь. Неадекватные. Да, мужчины в основном со мной ругаются в Дарикте. Мужчины с тобой ругаются? В основном мужчины со мной ругаются. Они женщину не выпускают, работать не дают, развиваться не дают. И типа ты тоже сиди и молчишь в тряпочках. И я мешаю им жить их жизнью. И типа его жена захотела работать только из-за того, что она меня посмотрела. Ну то есть и они начинают со мной ругаться. Реально они прям... Там материал бывает, что я такая-сякая, вот лезу в чужие жизни. Хотя я, знаете, не знаю этих людей. Ну а как с этим бороться? На самом деле, опять же, начинающие блогеры хотят делать посты, но не каждый же может справиться с критикой. Как вы себя, не знаю, защищали, создавали вот этот щит? Это уже иммунитет. Мне кажется, да, это с годами приходится. Да, это со временем. Вначале, конечно, нет. У меня истерика была. Истерика? За что тебе вообще влетало в Инстаграме? Так, за что? Такое максимальное. Разведенная? Почему ты не замужем там столько лет? Что-то с тобой не так, там еще что-то. Ты хоть разведенная, а мне говорят, а что с тобой не так? Да, ты даже не была там. Почему тебя не берут? Вот такие моменты. И все-таки начинают давить. Ты же думаешь, что ты любовница Мейержана? Нет? Ну вот мы же говорим, мы теперь родственники. Как я могу быть любовницей своего брата? Что за инцент? Нет, ну они так думают. Вы творческие люди извращаться тогда? Ланнистер еще нет. Да, вот этот хайп. Этот хайп был. Но вам же же влетело для него, кажется? Любовница Мейержана там и так далее. На это мы как-то не обращаем особого внимания. Потому что... Ну это абсурд. Ну абсурд, да. Но они свыкаются потихонечку. Ну вот и еще один такой совет. Если я вот хочу начать и опубликовать пост, на чем хайпануть сейчас? Вот что нужно? Ну вот ладно, ты лан в купальнике. И сразу все под фоточку в купальнике, все смеют подхватила, котистику подняла, да. Я заработала, все и уехала. Тело. Секс получается. Красивое тело. Я видела твой пост. Да. Крайний, да? Или предпоследний. Ты тоже занимаешься спортом. Я занимаюсь спортом, да. Но вот что сейчас? Какие темы актуальны? То, что яд всегда. То, что люди скрывают. То, что нашему менталитету, в принципе, как, типа, ну нельзя. Яд. И когда ты это на поверхность выводишь, все, начинают люди шуршать, обсуждать это. Ну, это, ну да, зависит еще, как бы, этот. Есть такое, что яд, да, когда. Например, я, насколько заметила, ну у меня как бы нет таких фотографий там, как бы в паре. Беременна я всегда. Да, и так далее. Всегда беременна. Но по статистике я заметила, когда я пишу правду о том, как мы жили раньше и как живем сейчас, это всегда уходит в топ у меня. И когда я выставляю фотографию старую, ну то есть, какими мы были, как мы зарабатывали, как мы платили там за квартиру, аренду, ну и так далее, то есть это всегда уходит в топ. Людям интересно читать, что было раньше. И то есть они видят же сейчас, как происходит, но они не знают, многие не знают, как мы раньше жили. И это уходит в топ. Или там, например, в топ уходит, что я вроде такая современная там работаю, всем занимаюсь, и блогерством там, а когда видят, что я даю салемы, родственникам Миржана, это уходит в топ. Даже я ухожу в топ, когда это я вижу, понимаешь? Как она, да, молодец, вообще просто. То есть, как бы вот так вот, это для людей, то, что видят сейчас, и вот, что на самом деле им интересно туда, как бы, Окей, это тоже понятно. А чем вы жертвуете ради того, что вы постоянно в телефоне? Время. Время? Конечно, времени. Вы читали вот это сочинение ребёнка, когда он написал, я хочу быть маминым мобильным телефоном. Да. Давайте послушаем, что сказали ваши дети. Давайте. Меня зовут Адмир. Сколько тебе лет? Мне скоро будет 11. Кем работает твоя мама? Моя мама работает актрисой. А ты знаешь, что такое блогер? Блогер – это человек, который снимает свои видео на YouTube, как играет, там, всякие игры на стриме, ну, и снимает вайны. А ты хочешь им стать мобильным? Ну, не очень. Мама часто гуляет и просто проводит время с тобой? Ну, мама часто не может проводить время со мной, потому, из-за того, что ей надо зарабатывать деньги и кормить семью. За что ты любишь маму? За то, что она моя мама. Вот она, безусловная любовь. На работе. Видеоблогер. Еще мама... Мама – дедиктор какого-то магазина. Я забыла. Мама – я работаю на работе. Вы работаешь на работе? Нет. Видеоблогер – это человек, который снимает много видео и популярен. Популярен? Видеоблогер – это тот, кто набирает популярности из Ютуба, из Инстаграма и так далее. О, класс. И мама, я работаю на обочке. Ты что, ты моя? Конечно, хочу. Конечно, хочу. Я хочу быть видеоблогером, я хочу снимать Майнкрафт и Броз. За то, что она и брев, и косная, и красивая. И я. За то, что мама нас родила, и... чтобы мы жили, и у нас... Спасибо, что у нас такие родители. Потому что она меня любит. А часто ваши... Такие разумные дети, да? Прокаченные, осознанные. А часто они вас просят отложить все-таки гаджеты и провести время? Бывает. Да? Да. У меня бывало. А, кстати, недавно что-то кого-то пробовала. Это получается ну вот твой сын сказал, что мама зарабатывает деньги. И получается сейчас он понимает, что он растет... Ну в основном мама, да, твоя за ним смотрит? Так как тебе нужно обязательно поехать и снять контент. И исходя из их ответов, мы понимаем, что ваш успех строится на то, что вы не видите, как растут ваши дети. Нет. Я знаю женщин, которые не занимаются никаким блогерством, нигде не работают и у них дети хуже страдают невниманием. Ну ты хочешь, чтобы твои дети были видеоблогерами? Ну я не думаю, что например, старший захочет, потому что он он сказал Майнкрафт развивает. Ну это стримы там снимать, вот эти озвучки какие-то на своей волне сейчас. Ну доча может захочет, потому что она интересуется этим. Ну то, что мы их втягиваем в этот процесс свою, можно сказать, какую-то работу. А я считаю, что это игра. А вот ты давай помечтаем, вот у тебя будут дети. И гвоздь, дальше. Но ты вот какую профессию хочешь своим детям? Да нет, я вообще не буду как бы навязывать свои мысли, что хотят, пусть то и делают. Ну честно, я нет, я вот против этого всего. Захочет быть врачом, пусть идет на врача. Вообще не буду ни в чем ограничивать. Захочет быть блогером, пожалуйста. У каждого человека своя миссия в этой жизни. Сейчас актуален тикток. Вы там присутствуете? Я не справилась. Я тоже пыталась видеть бог. Я пыталась. Я не поняла этого аудитории, я не поняла в чем смысл, в чем прикол, в чем юмор. Не поняла. А ты заметила, что я только на тебя подписана? Потому что у меня как-то получилось тебя найти. Все, больше я не справилась. Ты же на днях выложила два других ролика. потому что говорят, что это хорошая площадка для заработка. Ты туда не потому что интересно, а потому что сейчас там миллиарда аудитории. Чтобы быть в топе. Я хочу быть в топе, я хочу и там заработать. Почему бы и нет? А были вот такие предложения, от которых хорошо платили, но ты отказалась? Просто сейчас такое ощущение, что ты все делаешь за деньги. Ну и что? Некомфортно. Ну и ладно. Все, чтобы я не рекламировала, фактически все я использую в жизни. На самом деле. Это правда. И ты это сам знаешь прекрасно. Да у тебя же вопрос. Такая на тебя ответственность кинула. Ладно, давайте поговорим про гилы. Потому что многие спрашивают, что это, как это, для чего это. Ну а вы частенько их устраиваете. Я считаю, что это, наверное, самое лучшее, что придумали. Да, это не без взаимоподобные отношения. Потому что, на самом деле, когда мне люди пишут, это лохотром, вы опять обманываете нас. Почему? Они даже не пытаются в суть, да, уловить в суть. Вы не знаете, что здесь все в плюсе, на самом-то деле. Спонсоры, потому что мы обещаем им приход подписчиков. Подписчики. Да, мы на этом зарабатываем. И третье, мы действительно дарим подарки. Это действительно так. И это действительно наугад мы человека выбираем. то есть, с помощью вот этого генератора. Потому что нам все равно. Грубо говоря, это не нашли деньги. Вы просто получаете свой гонорар. Конечно. И мы как ведущие, грубо говоря, и грубо говоря. Ну, а, например, вот ты обещаешь приход 10 тысяч подписчиков. А если, например, а если не, эта сумма, ну, это количество не набирается, ваш штрафует, а вам гонорар. Поддерживаем. А тогда ты переключаешь, и отправляешь людей на спонсоров. Да, конечно. А, вон оно как. Получается, именно на вашей площадке тот прирост, о котором вы говорите, он всегда есть. Да. Они ничего не теряют, просто нужно на них подписаться на энное число дней, на 2-3 дня. Все. Мне интересно страницей, он может всегда отписаться от этого спонсора. Мне интересно остался там. То есть, это всегда выбор человека, но у тебя есть шанс получить какой-то ценный подарок. Или деньги выиграть. Я просто всегда объясняю, и я не могу никогда до конца вот объяснить, и людям все равно Мне кажется, если даже вот такой вот расклад, они все равно будут с тобой спорить. Будет доволен только тот, кто выиграет. И скажет, блин, спасибо, у вас реально. Они не говорят еще. Знаете, бывают такие, которые раз закрылись, я говорю, можно вас выставить, что вы выиграли. Мне стыдно. Или там сейчас узнают родственники, что я выиграл миллион, и там будут просить все деньги. Допустим. Мы же не можем... В общем, гиф это не лохотрон. Нет, не в коем случае. Там никто ничего не теряет. От чего зависит? Это зависит еще от организатора. Но мы тщательно выбираем, с кем мы работаем. Потому что организаторы, да, могут обмануть. Они и нас обманывают, они и спонсоров обманывают. И потом все, нашим аккаунтом получается, мы берем бизнес на себя, они набирают спонсоров, взяли деньги, мы объявляем, и они пропадают. Кидали так вот? Было такое? не нас, но с инфекционным. Да, что было. Это уже от организаторов зависит. Блогеры никогда не будут рисковать своим аккаунтом, своей площадкой, вот этой, где он зарабатывает, ради лохотрон. Да, чтобы какой-то там нечестный розыгрыш провести. Получается, гиф это сейчас одна из самых уникальных возможностей увеличить количество подписчиков. взаимовыгодно поработать со всеми. Самый верный, самый легкий способ. Девочки, если завтра не станет инстаграм, то что? Я умру. Ну, ты-то понятно. Мы уйдем, ты увидишь нас, развивающихся, в тиктоке. Если в кино, если в кино, если в кино, мало платят, да, чем вы будете заниматься? Ну да, ну ладно, есть магазин, а у тебя салон же. Вы вот эти деньги, нет, я к чему это говорю? То, что вот эти деньги, которые вы получаете, вы куда-то инвестируете, не знаю, на депозит. Конечно. Потому что все равно нельзя быть уверен. Я это, чтобы дети вас услышали. Потому что это та площадка, которая не дает тебе надежду в завтрашнем дне. Абсолютно. Нужно пользоваться здесь и сейчас. Пока ты на хайпе, раз, квартиру купили. Пока ты на хайпе, съездила на Мальдивы. Да, абсолютно так. Нужно легко к этому относиться, да? Очень сложно удержаться, быть в топе, когда такая большая конкуренция. Ну, то есть, это же как происходит? Ты вроде бы как в топе и бац, появляется какой-то блогер, который хайпанул. Ну, или же синдром Титаника, да? Это когда ты достиг чего-то и такой думаешь, да все, все таки будет. И не поддерживаешь свой контент, ничего не делаешь, не снимаешь, не придумываешь. И все, и ты просто тонешь. А, ну, детям, например, да, которые там смотрят сейчас и думают, что это классно. Вот ты же мудрая, начинающим блогерам, тем, кто мечтает связать свою жизнь с соцсетями. Нельзя набирать популярность на плохих, каких-то там, на плохом видео, допустим. Ну, плохое, что это у нас, кавычки там, раздеться, материться, ну, Байзакова. вещи делать. разделась, материлась, какие-то вещи делала. Ну, она уже негатива, потом это делать, как бы, да? Ну, это да, она получила какой-то хайп, а потом уже у нее пошло все по-другому. Сейчас она не та Байзакова, которая вначале как-то заявила. Она часто занимается благотворительностью. и это, наверное, как-то... Отмывается, да? Ну... Чистит карму. Да, чистит карму. Сразу видно, учится, хорошо учится в университете. Поэтому там, как бы, видите, ну, и у нее есть своя харизма, да? Как бы она на этом задержалась. Каждая может раздеться отдельно. Ладно, ты дай совет начинающему блоге. Раздевайтесь. дело мы разобрались, что раздеваться не надо. Стоит ли, не стоит быть блогером? Знаешь, я недавно, когда размышляла на тему предназначения, я думала, что я хочу, вообще, для чего я в этой жизни, для чего я хочу больше всего. Я больше всего хочу помогать людям. Прошлом интервью, ты сказала родителям, ради родителей или ты живешь, все делаешь для родителей. понимаешь, а теперь я хочу жить для общества. я хочу быть полезным. Я хочу быть полезным. Для общества и для себя я приняла такое решение, что там, один раз в неделю делать какие-то боготворительные челленджи, там, да? Набирать сумму денег и отправлять нуждающимся. И, ну, я в этом вижу смысл своего существования. И, когда я долго размышляю на эту тему, я поняла, что именно блогерство, то, что мне нужно. Таким образом, я нахожу людей, которым нужна помощь. Выставляю это, об этом говорю часто. И я нашла свое предназначение. Мне нравится, что ты сейчас не лицемеришь. Вот я расскажу историю, она у нее в инстаграме, она еще делает в чате общий чат, в ватсапе делает общий чат друзей и скидывает и говорит, перечислите туда деньги. Она не только подписчиков, она еще и друзей не заставляет, а просит совершить хорошие поступки. Это здорово. смысл, да. И блогерство, по мне, это моя профессия. Можно сейчас с уверенностью сказать, что это профессия. Новая. Да, новая профессия, и я нашла себя в нем. Поэтому я не могу сказать, что это легко, но и не могу сказать, что это плохо. Единственное, правду говорит Дана, не надо хайповать на плохих моментах, на плохих видео, на раздевание и так далее. Это самый простой и самый примитивный способ. Оставайтесь людьми, вот и все. И если у вас есть популярность, то пользуйтесь во благо общества. Ну, лично я так считаю. Сая, а вот что нужно тебе предложить или датки ты хотела бы получить, чтобы ты могла удалить свой профайл в Инстаграме и заняться, может быть, чем-то другим? А что ты не знаешь? Вопрос не знаешь. Я бы назвала тебе сумму. Просто я тебя ожидаю. Ты сказала, ну, мне нужно квартиру на Манхэтте в Нью-Йорке. Это миллиард долларов и я спокойно, да. Честно говоря, я вообще не задумывалась об этом. Я рассматриваю такой вариант, что эта площадка может просто исчезнуть, да. Я вот хотела добавить к тому, что сказали девочки, что если вы начинающий блогер, то не рассматривайте это как смысл жизни или главное дело в своей жизни, потому что это ответственность за себя, во-первых. Потому что если Инстаграма не станет, то он такой, все, моя жизнь кончена, я же блогер. То есть как-то проще. Теперь я тиктокер. Да. Космий. Лайки. Да. Теперь мне стало интересно посмотреть, кто же стал лидером по просмотрам сториз, но пока вы будете открывать свой телефон, я хочу сказать, что вы безумные молодцы. Несмотря на то, что все это ваши легкости, несмотря на то, что вы все такие веселые, я понимаю, что это колоссальный труд и вы не дуры. А это очень ценно. Опять-таки это еще один момент. Ты телефон доставай свой. Я вот три дня не заходила в Инстаграм, так просто. Сколько? За 39 минут 3109 просмотров. Обеденное время еще. Ой, ладно, ладно. Ага. Ну реально. Да, давай, добей цифры. Ну у меня пока мало, так это 6089. Ага. Полторы. 6143 уже. Еще раз обновить? Да, можно отновлять, да? Сейчас мы будем с вами снимать ТикТок. Мы будем завоевывать... Научи нас, пожалуйста. Да, я вас научу. И я думаю, что мы попрощаемся со зрителями, да? А то, что у нас получилось, они уже посмотрят на странице ТикТока и телеканала НТК. Спасибо большое. Это была программа без монтажа. Следующий герой уже на подходе. Все. Ну и что бы вы вырезали бы из программы? Интригу. Выключили точно? Какую-то интригу сохранить.